Сейчас я вам покажу небольшой фокус. Включаем анализатор RigExpert. Так, вот у нас данные. Включаем проверку. Ставим частоту. Давайте поставим частоту 145, 200. Вот, я считаю эту частоту средней частотой, рядом с которой я всегда работаю. Нажимаем измерение. Значит, за окном стоит антенна. Двух диапазон, к 5 восьмых. Собственно, мы сейчас должны увидеть резонанс. Нажимаем измерение. Смотрим. Так, да, все, есть резонанс. Но странно, почему-то у нас их несколько получается. Очень интересно. Давайте немножечко полосочку расширим и померяем. Прибор долго соображает, не поймет, в чем дело. О, как! Получается несколько резонансов. Причем, не ярко выраженных. Немножко сузим полосочку. Вот, какая красота! Теперь объясняю. Значит, как понять из этих миллион из этого резонансов, какой резонанс у нас антенны. Очень просто. Либо по самому низкому пику. Вот. Ну, еще, кстати, можно включить все измерения. То есть, включить все измерения. Видите, у нас КСВ 1.1. Сопротивление 55 Ом антенны. Сейчас мы немножечко с вами поднастроимся. Вот как. То есть, у нас, в принципе, с антенны все в порядке. Реактивка, сопротивление, КСВ. Почему же у нас столько резонансов? Когда должен быть один. Объясняю, что вот этот кабель, коржишный, это чисто Китай. То есть, ну, будем говорить, полное говно. Другого просто не было. Я вот пока запаял этот. То есть, значит, этот кабель центральная жила, сопливая такая вся. Дальше идет фольга. И три волосиночки или четыре идет экрана. То есть, здесь весь экран за счет фольги, которая практически не работает. Вот. Основные жилки, которые идут поверх экрана, то есть, там буквально 3-4 штучки. Отсюда прибор, прибор, этот кабель воспринимает как антенну. Потому что, как объяснить, нет хорошей экранировки. То есть, это, можно сказать, это обыкновенный провод. Вот и все. Поэтому, а как у обыкновенного провода, он может использоваться в качестве фидера, ой, в качестве антенны передающей. То есть, прибор рассматривает ее как передающую антенну. Вернее, даже не рассматривает. А этот кабель, этот кабель ведет себя как передающую антенну. То есть, видите, много резонансов. То есть, нам прибор сейчас показал все резонансы, на которых может работать вся вот эта система вот с этим говеным кабелем. То есть, если бы кабель был хороший, был бы один резонанс, два или три ярко выраженных, на которых резонит именно антенна. Но никак не кабель. Вот эти вот часто резонансы, это косяк кабеля. То есть, кабель используется как излучаемая антенна. Вот и все. Здесь 20 метров кабеля. Поэтому, если работать там, допустим, на двоечке с мощностью 50 ватт, то, естественно, будете подогреваться сами. А если, допустим, обмотать кабель вокруг руки с такой экранировкой, можно создать небольшую микроволновую печку на руке. Все, спасибо. Выбирайте правильный кабель. Как-то так.